приветствую братья и сестры шаббат шалом это евангелие в последнее время и сестры шаббат шалом это евангелие в последнее время слава только богу аминь слава придадите только господу аминь шаббат шалом и слава только богу аминь благодарю господа за еще одну возможность которую я имею и сегодня когда по милости господне господь даровал мне жизнь вот я проснулся мы проснулись чтобы еще раз возрадоваться победе голгофского христа и стараться не унывать помню все божьи обетования и милости которые мы имеем от господа каждый день и сегодня уже имели вот то что проснулись это уже милость божия но не то чтобы думали только о себе но чтобы не забывали чтобы часть божьего народа и какой ценой он нас искупил чтобы как я уже сказал обращая внимание на все действия божьи в нашей жизни и особенно милости радости надежды на спасение хоть жизнь она жесткая и я много согрешаю но слава богу что господь все равно держит и меня и на своих пронзенных святых руках хоть и наказывает но и не привязывает хотя намного больше долго терпит чтобы мы по милости господне все же исправляли свою жизнь в соответствии с писанием но получая конечно же также милость исповедоваться и каяться помня о крови христовой которая очищает нас от всякого греха и от всякой неправды и вот так господь бог возлюбил этот мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную чтобы мы стали свидетелями действительно свидетелями иисуса христа не даже библистами или религиоведами кто-то себя и так называет ничего в этом плохого наверно нет но можно много действительно знать и получив образование став епископом опять-таки я не против кто как что я не против этого но я хочу сказать о том что намного важнее действительно стать свидетеля когда через свою жизнь мы являем что истина в христианстве и христос и есть истина хотя свидетель и мученик это практически ну одно но мы уже об этом говорили в проповедях я не хочу сейчас об этом говорить тем более тема немножко другая и я хочу ее затронуть в то время которое у меня есть перед служением я нахожусь в штате тенниси сейчас я прилетел в атланту мне мой друг брат во христе дал машину и я вот приехал в город кливленд есть такой город есть кливленд в ухайо штате а есть кливленд в тенниси ну кливленд и чатануга это как бы два города ну практически ну я вчера называю одним городом но это штат тенниси если воля божия сегодня у нас служение благовестия на волна дулич волна дулич это это чатануга и пожалуйста молитесь что господь благословил и мы от господа по милости смогли бы осуществить это служение во славу господа бога нашего и шва иисуса христа ну и теме опять коснемся мы израиль израиля как я говорил но она так она есть по писанию самые точные часы божий мировой истории и израиль с которым произошла трагедия когда отвергли иисуса но мы знаем от их падения спасение на язычникам чтобы возбудить их ревность если кто хочет немножко узнать вообще что с произошло потому что я вот вижу когда мы касаемся тематики израиля в комментариях разные люди есть но прочитайте 11 главу римлянам послание брата нашего шауля павла и в принципе он очень хорошо от господа отображает коротко что произошло с израилем и что еще будет и как оно будет для нас когда израиль покаяться как воскресенье из мертвых но с израилем связаны все пророчества прошлого настоящего и будущего вот то что сейчас мы видим хоть мы видим как-то в странах других разных и и ситуации войны и многое другое но все равно все это связано с израилем там началось и там закончится и этот народ от которого нам спасение во христе вот почему важно молиться за израиль но бог и больше всего будет наказывать израиль за грехи я сейчас еще не говорю об одной трагедии также которая еще случится когда израиль но не только израиль но они примут еще антихриста но суть в том что бог все равно спасет свой остаток через страшный суд хотя суд над израилем как бы говорим бедственное время якова но это будет идти параллельно в принципе то есть великой скорбь как бы и израилю и к верующим до христианам но к израилю почему потому что я сказал так как пророчества они связаны с израилем дьявол всегда пытался и пытается уничтожить и народ еврейский потому что если не будет евреев то божие пророчества как они сбудутся но когда вот мы читаем священное писание и видим как израиль отходил от господа сколько бог его наказывал перевязывал до перевязывал но наказывал и это все как образы примеры для нас или то что хочу сейчас сказать вот-вот израиль мы должны на себя смотреть но все же израиль как не то что эталону как пример которому бог избрал чтобы он стал свидетелем и в принципе израиль он он совершил боже предназначение и самое главное я еще раз повторюсь спасение от иудеев так написано 4 главе а от от я а так написано ибо спасение от иудеев действительно христос пришел от израиля но народ временно отпал и когда вот ты смотришь и наблюдаешь и читаешь конечно мы молимся за всех людей как написано и мы должны молиться за всех и переживать за всех потому что во христе нету разницы мы как церковь господня и бог любит не только евреев бог любит всех да но когда мы видим беззаконие особенно в израиле ну я не знаю народ который господень избранные кто-то скажет ну вот извините израиль пал как он может быть избранный конечно без христа никто не спасется евреи также не спасутся без иисуса и не евреи никто без господа бога без веры в него как господа бога иисуса христа никто не спасается не евреи не евреи ну понятно здесь еще нужно рождение с крыши дух святой иметь но как народ он все равно избранный бог его избрал и бог заботится о нем и бог также наказывает я сказал больше всего ответственность великой как сказано также римлянам помните в третьей главе то есть этот порядок да и в первой главе шестнадцатом стихе также сказано я не стыжусь благовествия христова потому что она есть сила божия ко спасению всякому верующему во-первых и иудею а также и евре но здесь смотрите что происходит и особенно эта тематика да тематика гомосексуализма сейчас проходит месяц гордости скажем так как они говорят вот они горды не стесняются о своем грехе показывая богу воюя как бы против бога да сейчас проходит с первого июня вот был парад в иерусалиме если я не ошибаюсь да и не только в иерусалим они выходят вот вся эта нечисть но я говорю сейчас как о грехе потому что мы много встречаем сами гомосексуалистов и трансгендеров это достаточно агрессивные люди в основной своей массе это так они улыбаются а попробуй сказать и поистине это очень агрессивные люди но если среди них немного но и среди них обманутый но мы им свидетельствуем и желаем спасение и любим и но правильные справили а грех из грех и грех есть беззаконие но когда мы видим это происходит в израиле хоть израиле слепой мы понимаем но все равно это просто ужас как вы думаете как бог на это будет смотреть особенно когда это в израиле но в принципе мы знаем как бог поступал поступает еще будет поступать что он будет предпринимать когда бог приводил язычников и так наказывал свой избранный народ и через астерия и через овелонян и потом были и и греко-сирийцы а правда там немножко другая была ситуация то есть то есть да господь приводил наказывал свой народ за грех страшно наказывал приходили враги господи чтобы уничтожить народ и бог стоял за свой народ это тоже так да но мы видим эта тенденция хотя она не новая тенденция она всегда была грехом не из грехом всегда был грехом это ничего нового но мы видим как это увеличивается и особенно в последнее время кто-то скажет но потому что есть средства массовой информации как-то это больше преподносится но конечно и через такой обман раньше все же этого не было вот как у как обман как на белое говорят черное на черное говорят белое ну что мы удивляемся этот мир греховный а если мы видим что и даже в церквях сегодня к сожалению столько всего происходит но всему всему надлежит быть но интересно как подготавливают и особенно маленьких детей как они через это разрушает наших детей они в этом преуспевают почему потому что многие церкви спят и что вы скажете идите сейчас на улице или нам нужно идти на улице орать кричать не но нам нужно говорить когда мы свидетели греха мы должны об этом заявлять лучше выйти и сказать о грехе и напомнить что бог призывает покаянию любя сострадая плача погибающих душах даже на любого грешника это лучше чем пойти и участвовать в политических акциях размахивая национальными израильскими флагами скажем так но кто хочет тот поймет не важно но лучше выйти и сказать еще раз а может быть не не только еще раз но хочу сказать мы должны любить и их желать им покаяния мы желаем но не закрывать глаза на эту мерзость гомосексуализм который есть двойной грех против бога и против собственного тела и вот этот парад гордостью в каждой стране интересно что если взять сегодня израиль в правительстве там много до соединенное правительство с ортотоксами не только точно религиозное скажем правительство но как они смотрят на америку демократия вроде кто-то против но идут на компромиссы тогда америка вдруг перестанет помогать или что скажет мир вот так многие смотрят что скажут те другие но опять таки этот мир мы можем это принести к верующим людям то же самое что скажут верующие а сегодня можно делать то другое а иначе что скажут о нас о нас и мы так живем как верующие что нам от нас скажут другие другие церкви пастора или люди мы забываем что скажет о нас бог вот это мы забываем это должно быть главное и мне все равно что скажут обо мне люди как я говорил кто-то себя иудеем считает а я самарянин вот когда мы были сиракузов мне так передали а иудеи там в кавычках иудеи там основном там евреев нет в основном церквях я просто так говорю там несколько другие церкви а в сиракузов штат нью-йорк а вот они не сообщаются со мной самарянином да кто-то говорит я притворно проповедую из выгоды проповедую неважно мне все равно мне все равно я знаю что бог он работает со мной он меня послал и то что он думает обо мне это для мне важный бог со мной и это моя радость хоть много переживаний но мы видим что происходит и в америке и в других странах каждый месяц каком-то штате эта тенденция которая просто наращивается потому что они у нас кто-то скажет а в россии нету в россии нету этих парадов да нету как бы да но у власти тоже гомосексуалисты то есть должны просто понимать да нет вроде законы против ну там очень много гомосексуалистов также хотя есть разница я соглашусь но это не оправдывает то есть и гитлер уничтожал гомосексуалистов гитлер тоже уничтожал гомосексуалистов и что из того но давайте почитаем я начну в принципе с новости из латвии латвии там где знаменитое новое поколение которое всегда как бы боролась против особенно этого надо алексеем пастором епископом как вот он и апостол как он себя называет часто даже издевались хотя во многом ну извините они все же выходили они от баптистов и писяников они все же выходили и они говорили но и нужно было говорить конечно же но вот что случилось в латвии президентом и избран действующие нужен о коммунистов на стране а сейчас он вот президент стал президентом его избрали и как говорят ветеран латвийской политики зовут его эдгар ринкевич и вот интересно что он открытый гей в 2014 году он публично сознался и вот латвия первая страна в мире с президентом представитель лгбт лгбд первая в мире президент я сейчас говорю о президенте но если мы посмотрим страны европы там много есть открытой политики и власти и туда очень много стремятся хотя стать частью европы ну просто лучше жить и в принципе с одной стороны ну почему бы и нет то есть вопрос компромисса закрывать глаза да даже многие верующие ну почему бы нам не стать вот говорят любят свою страну стать частью европы чтобы там лучше жилось а как на это смотрит бог как вы думаете вы знаете прекрасно но опять так и здесь вопрос компромисса когда закрываются глаза скажите это плохо ну ничего страшного но разве не понимаете что не отвратимо придет наказание не отвратимо оно придет бог сожжет европу в свое время и там будут войны которые уже начались кстати к сожалению потому что смерть всегда плохо но бог и это использует я сейчас говорю как нут хотя многое нам непонятно особенно вопросе войны в украине и мы продолжаем молиться за украину и мы будем молиться но будет так как бог предопределил но войны только будут умножаться и это одна из причин и это одна из причин грех и особенно вот этот грех хотя грех есть грех и да есть грехи которые ведут смерти когда человек уже не может покаяться когда он живет во грехе грехах некоторых и он оправдывает еще очень других тогда да уже все то что грехи ведут смерти некоторые хотя сам грех есть беззаконие и наказание за грех есть смерть за любой грех но есть надежда во христе и милости покаяния но вот это то что в латвии я вам хочу сказать я много раз говорил и буду говорить потому что люди как-то не слышат но мне это оправдание типа вот ты говоришь вот и не пророка тогда вообще молчи не молчать не буду да я не пророк она я буду говорить в латвии также будет война и у латвии и в прибалтике я сказал в европе будут войны будут войны но вернемся давайте израилю помните иисус плакал об иерусалиме ну там вопрос был том что отвергли его и создавал признаки и дал их о последнем времени он еще и сказал когда это бедственное время придет то чтобы это не случилось зимой горе колбящимся сами он еще выдал бегите в горы когда увидите мерзости запустение но что я хочу сказать что израиль вот когда человек решит и вот он не кается он не видит греху наполняется все больше и больше а человек погружается в грех он больше погружается в обольщение если вовремя не остановится то есть он уже видеть не будет и хоть это не новое событие вот парад гауссурсалистов в в израиле и разные случаи были конечно есть много людей среди артодоксов тоже есть конечно много людей которые выступают против но и израиля их преследует тоже были случаи когда они так переодевались тоже тогда у сам потом брали нож вот и нападали резали были смертельные случаи тоже как минимум один может быть даже больше но это тоже не делать нельзя не дай бог нельзя а никто говорит мы будем бить бить гомо сугуссу никого бить нельзя вообще есть верующий человек так говорит какой он верующий никого нельзя ударять никого ну если это говорю кто-то сказать ну ударить она убивает даже я оставляю этот вопрос если касается службы в армии стреляют берут оружие и оставляю этот вопрос я не хочу говорить принципе моя позиция у меня друзья есть разные и которые с оружием и которые без оружия у меня есть свое мнение это мое мнение ну вот израиль несколько тысяч человек под защитой более двух тысяч полицейских первое июня вот буквально пару дней назад участие в параде гордости в иерусалиме иерусалим но бог говорит о нем что ты стал как садом египет иерусалим если не ошибаюсь 136 псалом если не ошибаюсь 5 стих есть я забуду тебя иерусалим забудь меня десница моя иерусалим город великого царя и мы видим что там происходит как вы думаете как на это смотрит бог он бог я понимаю у него долготерпение но великое нам это не понять что бог даже и вот меня так с ефи бывает разное а но все равно вот это любовь боже вот долго терпеливо и ждет господь может покаяться помните разговорах авраама с господом помните о праведниках садом и гаморе бог все равно разговаривал но я еще почему вспомнил этот пример принципе древние библейские еврейские учения о том что авраам не потому спрашивал о праведниках он все равно плакал об этих погибающих душах понимаете вот цирках я еще говорю разные толкования но я еще раз хочу сказать авраам плакал о них он не хотел их смерти все равно хотя есть другие места писания да но если не честь остаются нечестьями не хотят каяться и такие ненависти господни да они получат свое иисус об этом тоже говорил и немало кстати потому что бог также есть бог страшный великий страшный огонь по ядовичке и мы должны это понимать так же как благодать она тоже не 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 вечно будет здесь на земле закончится как время года лето благоприятное и она закончится но авраам плакал об этих погибающих душ тогда знаете вот что вот если даже возьмем украину опять что там не было больше чем 10 праведников украине больше всего миссионеров в стадии который кстати это тоже так в россии больше всего служили и благословили в россии людей сколько покаялась именно через украинских миссионеров это тоже правда да там было намного намного больше особенно в западном украине когда всегда здоровались слава иисусу христу навеки слава вот так вот так и надо если кто-то говорит слава украине говорите слава иисусу христу это правильно это больше благословение благословение принесет потому что слава принадлежит только господь не аврааму исааку якова только христу его имя должно возвеличиваться и прославляться 2000 полицейских месяц гордости и русали поэтому господь допустит и я лично верю что он будет захвачен в принципе в принципе антихрист уже будет находиться там я щас не говорю о войне бога потому что война голы будет до этого но вы израиль еще будет война еще до гола 82 псалма у нас есть видео по войне я думаю она ближайшая война которым говорит 82 псалом после этого израиль получит как бы без опасность он решит вопрос а свой с окрестными мусульманскими народностями и гог пойдет после бог пойдет после я думаю что может быть два нападения но это все равно сложные главы у языкилов 38 39 глав так вот участники парада собрались в одном месте направились в другом месте это район иерусалима добровольцы даже помогают полицейским вот министр национальной безопасности тамар бенгвир он религиозник который прошлом участвовал кстати в акциях протеста против парада прибыл штаб полиции где следят за обеспечением порядка на мероприятии и подтвердил что задача полиции обеспечивать безопасность как участников парада чтобы ни один волос не упал с головы так и те кто выступает против ну как полиция да она это должна обеспечить безопасность ее работа в принципе все правильно но как преобулись он уже в власти и тамар бенгвир значит немножко нужно по-другому на какой-то соблюдать супер динацию да теперь ему вот нужно вот так говорит вот то что премьер-министр там то что еще президент америки там еще другие в европе где у власти девушки действительно открытые уже а трансгендеры и гомосексуалисты посмотрите на те кто у вас кстати европой на их семье тоже вот там не брачной связи то детей нет или одинокие посмотрите можно перечислить эти кто были думать это что просто так вот этот их не союз скажем так понятно кому они слушают они вместе они служат дьяволу служит все вместе все заодно хотя тоже бенгвир назвал гомосексуалистов однажды скотами но смотрите кто приехал поприветствовать есть председатель партия вода мераф михаэль и я и хочу не говорить это либералка может даже и ну не хотят сказать лесбиянка не знаю но либералка точно потом председатель государственного лагеря бенни ганс но это ж каком веке мы живем мире живем современное все но как по-другому ты наоборот знаете если сегодня ты не гомосексуалист это не модно ты должен стать гомосексуалистом это так популярно это так здорово да это ты ты имеешь жену как бы любишь женщину как жену а они это старая устаревшая надо что-то новенькое да вот так но самое еще то что они бегают как как зомби это не просто это же духовная составляющая это же духовная война мы же просто понимаем что это часть духовной войны вот они бегают как зомби чтобы заражать поэтому открытые насиловать они так не могут поэтому они заражают через вот как пропаганду и особенно я сказал тебе наших детей через школьные программы так далее и тому подобное то что они делают но вот я сказал были протестующие против этого парада бен цинкопштейн это организация лохова заявивший что сквер не не место в иерусалиме и он прав плакаты не давайте ваших детей вход в святую землю воспрещен и русалим это не садом да но он стал садом то есть с одной стороны мы видим но больше все же христос поэтому я также молю за все людей и эти стороны им всем нужно покаяние но в этом отношении он прав бен цинкопштейн также смотрите шесть пар шесть пар из лгбт опять шесть не пять не семь не восемь и не знаю почему они я говорил что через силу эту информацию они также переговорились они подают знаки не знаю случайно не случайно вот шесть пар из лгбт общины сочетались гражданским браком в офисе заместительным мэр иерусалима адвоката иосифовы ли подписали документ признающих яду имбе цибул такой формулировкой узнали обозначаются пары состоящие в гражданском браке проживающие вместе ведущий совместное хозяйство но не закрепившие отношения официально и вот меры предпринимают все больше и больше для облегчения статуса представителя ргбт общины в иерусалим пускай живут как живут это и право как бы выбрать грех они выбрали грех они получат свое но когда это делается на государственном уровне вы знаете также еще одну еврейскую библейскую традицию что когда это делается на государственном уровне господь долго ждать не будет и мы видим это по всему миру и особенно те страны которые преподносит себя как любящий как бы бога вот своего бога а то же самое израиль мы видим к сожалению беззаконие америка вроде с одной стороны как бы видим хорошие другой стороны мы видим сколько абортов сколько убиенных детей пропаганда мерзости греха то же самое европу мы видим то есть мера беззаконие земли наполняется и бог он будет судить будет использовать разные страны и злые также но как кнут для наказания многих народностей и америка не избежит наказание и израиль не избежит наказание но милость божия которая больше чем суда его также придут и в израиль и народ покаяться правда две трети народа и израиля будет будет уничтожено будет убита пусть бог благословит нас молиться за людей плакать о погибающих душах не проходить мимо избитых там где мы можем войдя в жизни избитого чтобы его жизнь менялась и он становился нам ближним во имя иисуса во славу иисуса христа кстати давайте посмотрим один плакат вы все сами поймете может быть это игра такая но и в этом что то есть также какие то что цвет радуги не свет радуги количество цветов радуги гомосоциальные там 6 тоже 6 кстати не 5 не 7 а боже радуга 7 но они извратили так как делает дьявол он всегда а извращает то есть вместо анти вместо он подставляет он извращает с головы на ноги с ноги на голову вот так дьявол и работает да вот мы знаем божью радугу как символ завета сноем чтобы больше не уничтожить землю полностью не уничтожить землю именно по топом вот это радость радуги когда мы видим проезжаем видим особенно после дождя это красота в как они извратили подделали подставили изменили давайте посмотрим тоже интересно вот эту фотографию но так хотя если даже демократия это не божья система это не от господа божья система теократии он царь великий и он грядет поэтому благослови нас господь приготовиться каждый день наполняться наслом ждать нашего царя встретиться с ним и пускай это радость хотя мы видим все это или законе но радость осознание принадлежности христа имея духа святого все же я еще расскажу иметь сострадание к этим людям желать им покаяния и даже когда мы проходим тяжелое время а придут еще тяжелее времена и особенно здесь в америку и в плане гонений на христиан хотя я сам не знаю сегодня мы живем что будет дальше слава богу за эту страну и в этом отношении все же вернулись да здесь ракеты не летят и мы не голодны это так но не всегда так будет и поменяется здесь но пускай сила духа святого радости общение с богом принадлежности ему зная куда мы идем знаешь что мы часть небесного царств она сильнее и поможет нам взяв крест продолжить путь по узкому пути чтобы достичь по божьей милости вечный рейд слава только богу и да скажет божий народ аминь помоги нам господь не впасть в беспечность что нас никто не дай бог не обманул не оболестил не дай бог читаем писание размышляем молимся это евангелие последнее время благодарны вам за всю вашу поддержку она нам нужна мы благодарны вам благослови вас господь и мы скажем аминь слава богу аминь что подшло